Один из главных символов Алтайского лета, некоторые даже называют его Алтайской Ибицей. Город-курорт Яровое. Даже этот пляж, по которому мы сейчас идем, летом, наверное, бы нас не пропустил из-за количества отдыхающих. Но дело в том, что сейчас, в начале зимы, сами жители этого города согреться никак не могут. Мы попытались понять, в чем причина, почему в городе ввели режим ЧС и что все-таки с Яровской ТЭЦ. Обогреватель, два ковра, три этажа мата. Обычный набор выживания жителя Ярового. И если сегодня батареи горячие, что будет завтра, неизвестно. Вот у меня, пожалуйста, обогреватель, маленькая комната, закрыта дверь и целый день молотил обогреватель. Так Людмила согревалась в квартире с утепленными стенами после череды аварий на Яровской ТЭЦ. Температура в квартирах, по официальным данным, снижалась до 14-17 градусов. Но у жителей другая информация. Ну вот, когда началось это все, ну, 13 градусов. То есть я вот жила в маленькой комнате, ведь я даже не убираю обогреватель. 13 градусов? 13 градусов. И сколько суток держалась такая температура? Наверное, недели две. Поддержать тепло не получалось у компании ООО «ЕТЭК». Она управляла ТЭЦ, а ее учредитель ООО «ТПК-ресурс» – владелец, выкупивший теплоцентраль у города в 2016 году. Компаниям не удалось получить банковский кредит на покупку угля. Вот я сколько уже там внес миллионов на счет в качестве кредита для предприятия от себя лично. Если бы не эти деньги, если бы не деньги моих друзей, личных друзей, если бы не мои связи с угольщиками на Кузбассе, угля бы не было вообще. Ну, не важно, кто их подвел, почему это произошло. Череда аварий, затем снижение температуры по причине качества угля, ну, все это является следствием ненадлежащей работы. А мы все же попытались разобраться. Для Сергея Узлова тоже важно, почему его компания не смогла справиться в первые месяцы отопительного сезона. Он считает, дело в угле. Несколько поставок подряд топливо приходило смершимся. Его грузили осенью, когда уже шли дожди со снегами. Уголь пропитывался, схватывался льдом. А подготовить запасы угля надолго вперед компании не дали. Вместо того, чтобы начать готовиться к сезону, ООО «ЕТЭК» пришлось отбиваться от судебных исков. Их направляли в адрес ООО «ТПК-ресурс» владельца теплоцентрали. Было даже подано на банкротство на «ТПК-ресурс» со стороны налоговой. Мы выплатили все долги. Это самое банкротство мы, значит, ликвидировали. Потенциальное банкротство. 3-го числа подписали мировое соглашение. 5-го прокуратура опять пишет иск. И опять служба безопасности банка видит иск. Мы не смогли кредитоваться. Мы не смогли кредитоваться на... Воспользоваться теми кредитными линиями, которые были подписаны для закупа угля в том числе. Этот самый последний в череде исков направляла прокуратура Славгорода. Компании предписали получить тариф на поставку тепла, обратиться в лицензирующий орган за документом, разрешающим эксплуатировать ТЭЦ и так далее. Юрист ООО «ЕТЭК» доказал суду, что эти требования исполнены. Прокуратура уточнила, то есть внесла новые требования. Юрист снова доказал. Прокуратура вновь просит у суда время для уточнения требований. Стало понятно, что с учетом того, что с момента подачи первоначального искового заявления до судебного разбирательства требования уточнялись дважды. После того, как было установлено, что все они исполнены, предъявление и рассмотрение данного дела будет длиться бесконечно. Пока нам не будут предъявлены требования, которые мы будем не в состоянии выполнить. То есть фактически никакие права со стороны ООО «ЕТЭК» или ТПК «Ресурс» граждан города Яровое на теплоснабжение не нарушались, поскольку они были выполнены и исполнены. Руководство «ЕТЭК» решило иск принять, поскольку ответчику в судебном процессе кредит на уголь никакой банк не даст. А дальше было то, о чем мы уже знаем. Поступивший в город уголь оказался смершимся, его с трудом разгружали, он оцеревал и застревал на пути к топкам. Вот так, вручную, его пытаются пробить. Потом череда ЧП, экстренное заседание с участием губернатора и приказ. Вести режим чрезвычайной ситуации краевого масштаба в пределах границ городского округа Яровое. И в рамках этого режима ЧАЭС будет отстранить сегодня эксплуатирующую организацию. ТЭЦ передали в управление МУП «ЕТЭК». Именно эта организация и раньше отапливала город. А вместо сырого угля по линии ЧАЭС в город поставили вагоны качественного. Вот там, вдали, около вагонов, тот самый смершийся уголь, который считали главной бедой и главной проблемой. А вот это уже отходы от того самого резервного угля, который должен был всех спасти. Но, как нам здесь говорят, такое количество отходов – это ненормально. Глыбы, конечно, разобьют и отправят в топку. Но это лишнее время и силы. Сил у рабочих много, если не считать того, что почти все здесь требует или замены, или ремонта. Почти все рабочие страдают от легочных заболеваний. А два года назад, во время аварии, обварился паром один из тех, кто работал на ТЭЦ. Станислав Наумов умер в больнице. А вы давно работаете? 35 лет. А за это время хоть раз оборудование обновляли, меняли? Ну, лет 15 ничего не делается. Только получается, что, ну, будем говорить, латание дыр. А как коллектив относится к тому, что меняется там ООО, МОП? Ну, в принципе, мы уже к этому привыкли. Настолько раз перекидывали от одних к других, что нам, в принципе, уже, наверное, все равно. Потому что это ничего не меняет. В лучшую сторону пока что ничего не меняется. Ни при каких собственных. Для сотрудников разницы уже нет. Но если ООО «ЕТЭК» планировало проводить полную реконструкцию на банковские кредиты, то МОП «ЕТЭК» не могут говорить даже о текущем ремонте. Ведь долги организации – это сотни миллионов рублей. Это подтверждают директора обоих предприятий. Тем более, они близки. Мы друзья. Вот мы друзья просто по жизни друзья. Сергей Васильевич, скажи конкретную цифру. Что здесь в Юлитве? А какое это служебное пользование? Ну, конкретная, какая конкретная цифра? Ну, конкретные цифры, допустим, за уголь БИСК «Энерго», то есть это СГК, мы должны на сегодня 147 миллионов. Вот, по СДС углю порядка 57. Ну, а власти края-то помогут? Ну, как бы письма пишем, просим власти края о помощи. Власти всех уровней обещают помочь МУПу. Он, муниципальное предприятие, учредителем его является городская власть, администрация города. Соответственно, всю необходимую поддержку мы ему будем оказывать. А нам, в свою очередь, будут оказывать поддержку правительства Алтайского края, в том числе финансово. Если необходимо усилить качественно в инженерном плане, в экспертном плане, может быть, даже в каком-то субподрядном плане на выполнение каких-то работ, наладочных, ремонтных, каких-то еще, значит, каких-то еще дополнительных внешних подрядчиков из числа квалифицированных организаций, работающих на территории края, и таким вот мощным, так сказать, кубаком постараться ситуацию удержать. Муниципальщики пока забрали ТЭЦ только под управление, но хотели бы и насовсем. Все эти вопросы будут решаться через суд. Все-таки перейдет в муниципальную собственность данное имущество, либо нет. Мы считаем, что невыполненные условия ни мирового соглашения, ни договоров купли-продажи, в которых отражены позиции по реконструкции, у них своя позиция. Ну, все это будет решаться. Жители Ярового ждут перерасчета за несколько недель без тепла, реконструкции ТЭЦ, снижение тарифов. Последнее, вероятно, невозможно, ведь даже при нынешних тарифах МУП села в долговую яму. И уже поэтому невозможна глобальная реконструкция ТЭЦ. Вероятно, вместо обновления жители увидят ремонт, да и то за краевые деньги. А не за счет бизнеса, как планировали раньше. Некоторые яровчане надеются, с приходом МУПа аварии сойдут на нет, и хотя бы эта зима пройдет нормально. Так это еще нет зимы, вы понимаете? Еще нет зимы, нет еще мороза.